В Елабужском институте Казанского федерального университета впервые состоялась всероссийская научно-практическая конференция. Выпускники Елабужского института в современном образовательном пространстве. В таких случаях мы говорим уважаемые гости нашего института. Но сегодня, уверенно, каждый из вас может сказать, что мы думаем. 2023 год для нас является очень знаковым. Именно в этот год, который объявлен президентом России годом-педагогом и наставником Российской Федерации, в год 200-летия со дня рождения Великого Ушинского, наш институт отмечает маленький юбилей. 125 лет со дня основания учебного заведения. Конференция была посвящена сразу двум знаменательным событиям. 125-летию со дня основания учебного заведения, а также году педагога и наставника, официальный старт которому был дан в ходе торжественной церемонии. Это большой социальный лифт. Люди, которые прошли обучение в наших вузах, не потерялись нигде. Кроме того, что они становятся учителями, не обретают и много компетенции в других областях. Поэтому выпускников вуза можно встретить абсолютно везде. На всех министерствах, ведомствах, в госсовете и в Госдуме. Поэтому я считаю, что наш вуз готовит учителей с большой буквы. Умение логически мыслить, умение считать, умение анализировать. Все это было мне, скажем, преподнесено, и я это все получила в нашем Елабужском педагогическом институте. Вот уже на протяжении 125 лет Елабужский институт выполняет свою просветительскую миссию, воспитывая учителей не только для школ Республики Татарстан, но и для многих других регионов страны. За годы своего существования учебное заведение стало визитной карточкой города Елабуги, а также центром притяжения для активной творческой молодежи. По воспитательной работе в начальной школе каждый сегодня ушел с каким-то маленьким багажом, который можно уже завтра применять. Действительно, преподаватели научили нас смотреть на ученика не просто как на объект, а именно на факел, который нужно зажечь. В рамках 20 тематических секций было рассмотрено множество актуальных вопросов, начиная от инноваций в сфере дошкольного образования, заканчивая практиками менеджмента образовательных учреждений. Большой интерес у педагогов вызвали вопросы преподавания естественно-научных дисциплин, родного языка, а также проблемы формирования функциональной грамотности и мета-предметных навыков у обучающихся. Я приехал показать то, что устный счет, он развивает память, внимание, другие математические способности. И все это начинается буквально второй-четвертый класс. По итогам конференции многие ее участники выразили желание, чтобы в будущем подобные собрания стали традиционными и собирали еще больше выпускников института из разных уголков страны. Диана Калимулина, Аделина Абдрахманова, Универньюз.